Приветствую вас. Вы знаете, первое противоречие, которое я увидел в вашем тексте, да, это такое, что вы пишите, что вот сейчас я чувствую, что потерял интерес к жизни, к людям и к близким, вот. Далее вы пишите, что я всеми силами старался найти какую-то цель, понять, чего я хочу. То есть получается, что этой цели изначально у вас, если я правильно понял, не было цели, которую бы вы хотели реализовать. То есть изначально вы испытывали проблемы с тем, ну, чтобы найти то, чем вам хотелось бы заниматься. То есть получается, что проблема началась не до, вот не с того момента, да, как вы пишите, что сейчас я потерял интерес к жизни. А проблема, видимо, началась более, в более раннем моменте, в более раннем периоде. Нужно постараться понять, когда именно, потому что то, что вам не удается понять, чего вы хотите, то, что вы не можете понять, чего вы хотите, говорит о внутреннем подавлении. То есть, очевидно, что у вас депрессивное состояние, я не знаю, насколько оно сильно у вас. Ну, насколько оно сильно у вас. Насколько сильно это самое депрессивное состояние. Но, я полагаю, что оно имеет место быть. И нужно, чтобы вы постарались для себя увидеть его причину. То есть, для начала было бы неплохо, если бы вы увидели то, почему это стало для вас вообще возможным. По какой причине это стало для вас вообще возможным? Опять же. То есть, что мешает? Понимаете? Для этого есть такая методика прислушивания к себе и раскрытие диалогов внутри вас. То есть, есть какие-то диалоги внутри вас, внутренние диалоги, которые вам нужно научиться идентифицировать. Для того, чтобы не просто отслеживать их, но и уметь их контролировать. Пока это все происходит на уровне таком, что вот я чего-то хочу, я чего-то не могу, я почему-то себя так чувствую и так далее. Вот. Ну, то есть, согласитесь, что это довольно поверхностное, как бы, рассмотрение ситуации, если говорить именно о вас и о вашем состоянии. Дальше. Дальше. Вы пишите. Также я постоянно меняю свое мнение по дистрат на дню. Понимаете? Опять же. По времени. Не совсем понятно. Когда это началось у вас. подобное состояние, подобная ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что происходит у вас в тот момент, когда вы пытаетесь поменять своё мнение, то есть что происходит. Также очень важно вам самой постараться увидеть, что в итоге, вот именно в итоге, вы получаете благодаря своему такому состоянию, что в итоге вы для себя приобретаете благодаря такому состоянию, благодаря такой модели поведения своему, благодаря своему поведению, что вы получаете. Вот если у вас получится раскрыть эти моменты, вы сможете увидеть то, чего вы для себя хотите. Вы можете увидеть то, что, то, к чему вы стремитесь. Я, конечно, не буду сейчас делать окончательных выводов, но я полагаю, что в основе лежит некий такой, знаете, негативный сценарий поведения вашего. Который вы, может быть даже, может быть даже и скорее всего не осознаёте. То есть вы не чувствуете его наличие, не чувствуете его действия, но, тем не менее, оно есть. Тем не менее, оно имеет место быть. Это, вот, влияние сценария на вас. И, соответственно, для вас первостепенной целью, первостепенной задачи здесь является раскрытие этого самого сценария и стремление, желание понять свои цели. То есть вот сейчас, на данный момент, вы своих целей не видите, и вы свои цели не понимаете. И, в общем и целом, в общем и целом, данная позиция, она, ну, нормально, она естественна, потому что по-другому вы не можете. Вы, наверное, привыкли жить так. Поэтому я полагаю, что вам и сложно, и поэтому вы мечетесь из стороны, ну, мечетесь то в одну, то в другую сторону. Вот. Я так подозреваю. Вот. И, естественно, нужно воссоздать хронологию, по крайней мере, попытаться это сделать. То есть хронология здесь тоже очень важна. Вот. Дальше идем. То есть у вас не получается держаться на работе. Ну, то есть вы не можете много или долго работать на одном месте, да, и теряете интерес к работе. Это, опять же, благодаря отсутствию адекватных целей. То есть вы сами себе целей таких вот значимых, возможно, именно для себя не ставите. То есть подумайте, вот, зачем вы вообще начинали работать? Подумайте, для чего вы вообще начинали работать? С какой целью? Было ли у вас желание заниматься той или иной профессией? Было ли у вас органичное, значит, сплетение ваших интересов в то, значит, ну, например, в то, что вы считали сами для себя интересным? Да, то есть, грубо говоря, когда вот вам что-то нравится, вам что-то интересное, и вы одновременно с этим стараетесь это сделать делом своей жизни, и одновременно с этим вы же стремитесь к тому, чтобы ну, например, ну, например, с помощью этого заработать, допустим, вот. То есть это очень важно. И от того, почему вы пошли на свою, грубо говоря, первую работу, от того, что вас заставило пойти на свою первую работу, от того, как вы эмоционально переживали, значит, поход, ну, первый выход на свою новую работу. Зависит на самом деле очень много. Я говорю, это абсолютно серьезно. Вот первый выбор работы, первая работа, ее нужно эмоционально постараться перешить как бы заново. То есть, грубо говоря, необходимо воссоздать тот эпизод из вашей жизни, когда вы устраивались на первую работу. Зачем? Зачем? Чего хотели? Чего ожидали? Что было нужно? Вот. Это важно. Действительно, для вас это важно. И тогда уже будет понятно, на чем основано, на чем основано ваше такое вот непостоянное отношение к работе. Да? То есть, может быть, вы никогда и не хотели работать, может быть, вы никогда и не желали работать. Ну, я имею ввиду, что вам привили отвращение к работе, да? То есть, работа для вас это что-то такое тяжелое, что-то такое обязательное, что-то такое, от чего нельзя получать удовольствие, например. Например. Да? Например. Вот. И в этом случае, конечно, абсолютно нормально и естественно, что вы будете работы избегать. Но вместе с этим, вместе с этим, у вас есть четкая необходимость, видимо, все-таки работать. И поэтому вы постоянно озадачены вот этим вот выбором и неопределенностью, что же делать и где работать. А зачем работать? Работать зачем? Для чего? И это касается, на мой взгляд, всего. То есть, понимаете, сперва я рекомендовал бы вам, что-то вы описываете, да, социобобию или, может быть, это агарофобия. Тут еще нужно разбираться, что именно у вас. Вот. Понимаете? Для чего я все же рекомендую обратиться вам к врачу, чтобы врач вас осмотрел, обычный врач, обычный терапевт. Вот. Может быть, чтобы вы обследование медицинское прошли. Вот. Потому что, ну, мало ли, может быть, у вас есть какие-то органические, скажем так, заболевания. Вот. И вам в этом случае нужно будет сперва подлечить именно здоровье, а уже потом можно будет говорить и обо всем остальном. Вот. А то сейчас вам диагнозов понаставят, ничего хорошего из этого на самом деле не будет. Вот. Но если предположить, что у вас действительно есть депрессивное состояние или депрессия, то, во-первых, вам опять же нужно в этом случае к врачу, потому что именно врач занимается этими вопросами. Это во-первых. Во-вторых, тут необходимо понять главное, что депрессия – это подавление своих желаний. А у подавления ваших желаний есть причина, то есть вы по какой-то причине стали свои желания подавлять. И вопрос здесь на самом деле, да, он такой. Почему? Почему вы стали подавлять свои желания? Точнее, может быть, даже не так. Кто в вас подавляет то, чего вы хотите? Вот я полагаю, что именно эти моменты являются для вас очень важными. Потому что именно это мешает вам быть счастливой. Именно это мешает вам следовать своим желаниям. Вы говорите, вот я не знаю, люблю ли я своего мужа. Да? То есть, вроде бы люблю, но в то же время эмоций у меня нет. Ну, к нему. Здесь возникает вопрос. Ну, хорошо. Если вы сомневаетесь, любите ли вы своего мужа, то что для вас вообще тогда значит любовь и насколько она, например, эта самая любовь для вас важна? Если для вас любовь важна, любовь важна взаимая, то тогда нужно проследить ваше отношение к тому, как видоизменялись ваши элементы взаимодействия с мужем. Да? То есть, как это происходило. Как вы со своим мужем жили, как вы со своим мужем общались, как вы с ним взаимодействовали, что вы делали и так далее. Понимаете? Это очень важно, если мы опять же хотим с вами разобраться с тем, что происходит. То есть, понимаете, вполне может быть, что вы заставляли своего рода себя, заставляли себя быть с мужем, заставляли себя выходить замуж, например, с какой-то определенной целью зачем-то. И, соответственно, поэтому вы и не счастливы. Причиной всему то, что вы не научились или никогда этого не делали, возможно, значит, причиной всему то, что вы не прислушиваетесь к себе, не прислушиваетесь к своим желаниям. А это очень важно. Именно ваши желания очень важны. Но вы их обесцениваете, а поскольку это происходит внутри вас, то обесценивает их не вы в буквальном смысле, а вы благодаря своему решению, принятому вами. Вот. Которое было сделано под, скорее всего, давлением ваших родителей, либо значимых фигур. Либо в редком случае это может быть опыт. Ваш опыт, который вы получили, что именно благодаря опыту вы приняли решение, сделали свой выбор в пользу того, что вы будете делать только то, что нужно, только то, что необходимо, и не будете прислушиваться к своим желаниям. Допустим. Вот. И завершение очевидно, что это не приносит вам сколько-нибудь радости, это не приносит вам сколько-нибудь удовольствия. Наоборот. Наоборот. Это делает вас только еще более несчастны. И вот если вы для себя постараетесь вот эти моменты обязательно уяснить, если вы постараетесь для себя эти моменты раскрыть, если вы будете видеть причину вот этого, если вы увидите причину этого, причину того, почему для вас вот эта вот реальность стала возможной, то я полагаю, вы сможете увидеть и то, что с вами происходит вообще. Вот. Ну, для этого естественно, для этого, конечно же, нужно определенные усилия, то есть, я надеюсь, понятно, что без усилий сделать это невозможно практически. Ну, вот. И поэтому нужно будет что-то предпринять. То есть, понимаете, просто так какого-либо волшебного средства, способа, значит, пробудить интерес к жизни, эмоции волшебного способа нет. Вы свои эмоции зачем-то подавили, почему-то подавили их. И у этого есть обстоятельства, которые актуальны сейчас для вас. И, соответственно, пока эти обстоятельства для вас актуальны, эмоции будут подавляемы. И только если обстоятельства эти обнаружить и начать с ними работать, можно говорить, что эмоции тоже появятся. Иногда используется такой подход к данной проблеме. Человеку предлагается разделить себя на две части. То есть, вот, как бы, ну, условно, да, условно на две части. Есть вы такая депрессивная и ничего не желающая, а есть что-то, чего вы все-таки хотите. Ну, пусть это самое-самое-самое минимальное. То есть, ну, тут, знаете, тут даже, ну, не нужно, не нужно особо думать, не нужно особо пытаться что-то сочинить, по большому счёту, вот. Важно именно понять, что есть, вот, как бы, две ваши ипостаси, да. И, соответственно, необходимо пробовать. То есть, что бы сделало, что бы сделало, например. Вот это вот ваша, эээ, более активная ипостачь. Которая, например, эээ, привела вас, эээ, сюда, на сайт, которая, грубо говоря, эээ, ну, которая помогла вам, эээ, написать нам. Которая видит проблему в этом. Да, ведь если вы, эээ, пассивный человек, если вы ничего не желающий человек, то, наверное, вы бы, эээ, вы, наверное, и никогда бы не пришли на наш, эээ, сайт. А так получается, что раз вы пришли, значит, всё-таки, эээ, что-то есть. Значит, ээээ, активное начало в вас всё-таки имеет какой-то вес. И вот очень важно понять, что именно, эээ, составляет сердцевину вашего активного начала. Потому что оно подавляется. И, как правило, здесь важно именно, вот знаете, эээ, почувствовать вкус. То есть, если у вас вкусно нет, то вы не делаете, что вы хотите. Вы всё делаете только по обязанности, вы всё делаете только по нужде, грубо говоря. Вот. Если вы, эээ, постараетесь сделать, эээ, постепенно начнёте, эээ, делать то, что вам, эээ, например, эээ, хочется, да? Постепенно, штука, робко, то интерес придёт здесь, именно в процессе. Это не будет, эээ, так можно, чтобы внезапно, внезапно, однажды у вас проснутся эмоции, и всё, и вы будете чувствовать эээ, свою жизнь. Жизнь. Нет. Так не будет. Такого не будет, к сожалению. Эээ, это нужно понять. Такого не будет. Единственное, что, единственное, что будет, это, эээ, при, эээ, вот, ожидании, да? При ожидании того, что, эээ, ну, при ожидании того, что это само собой произойдёт. А единственное, что будет, это дальнейшее, эээ, как бы, существование в этом состоянии. И не более так, не более того. Если вы, эээ, можете в, эээ, ну, вот, эээ, в реалиях вашей жизни, эээ, сделать так, чтобы, например, ээээ, ну, чтобы, вот, быть полностью свободной, да? Или свободной, эээ, настолько, насколько это возможно. Если вы можете, ээээ, создать для себя такие вот обстоятельства, такие, эээ, условия, то сделайте. Сделайте и, эээ, подставайте сами попробовать. Вы увидите, насколько это замечательно, насколько это здорово. Вы подтверждаете свободу, и по сути это будет все равно, что глоток свежего воздуха для вас. Вот только-только так. Но при этом имейте обязательно в виду, что вы будете испытывать дискомфорт. То есть вам будет страшно, вам будет неприятно, вам будет не по себе от того, что вы совершаете какое-то действие, которое, ну вот, для вас, например, непривычно, грубо говоря. Да? Ну, и это будет, это будет. И только здесь еще и в том, что вы боитесь людей по какой-то причине. Вот. Это тоже очень важный момент. По какой причине вы боитесь людей? Что заставляет вас их бояться? То есть, то есть, как давно вы их боитесь? Вот. Как давно вы начали избегать людей? И так далее. Вот. Соответственно, это вот то важное, что я хотел вам сказать. Пробуйте. Пробуйте все необычно. Если понадобится помощь, выбирайте себе эксперта и поработайте с ним. На этом, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вы хорошо будут вопрос. Чтобы я теряю тебя, чтобы вы call 주는 махи реализованоocам.